Творить красоту своими руками Таков девиз мастера декоративно-прикладного искусства Фатимы Дженебековой Изумительные панно, элегантные тепиарии, ростовые цветы и многое другое Это лишь малая часть того, что создает Фатима Талант к изобразительному искусству у нее был с самого детства По прошествии лет она не просто занимается рукоделием, но и преподает его всем желающим в кружке при Доме культуры в родном ауле Вот и наша съемочная группа решила не упускать возможность и поучаствовать в мастер-классе Который был любезно организован Фатимой специально для нас Итак, Фатима, вы сегодня любезно согласились нам провести такой мастер-класс небольшой по изготовлению панно Ну расскажите, чем я смогу вам сегодня помочь и что нам для этого, собственно, понадобится? Для этого нам потребуется вот такая рамка Ну любая, можно обычную для фотографий можно рамку приобрести в любом фикс-прайсе там У меня вот были несколько 3D-картин, я их покрыла водоемой съемкой, ну чтобы бывшее изображение ушло Но прокрасила не сильно, вот видите, как бы специально оставила тут разводы, чтобы вот так фактурно смотрелось В нашу рамку я хочу вместо багета сегодня воспользоваться обычным вот таким джутовым канатом Для начала берем То есть в использование идут практически любые разные материалы? Да, любые подручные, смотря какая у вас разыграется фантазия Мне нравится делать что-то из натурального волокна, да, из мешковины Вот такие, допустим, вот в нашем сегодня случае у нас есть кожа Обычно я даже использую вот такой материал, фетр называется Мне нравятся более пастельные тона, то есть сиреневые, розоватые, вот все цвета, которые использует природа На данный момент сегодня будем делать панно только из кожи И вот такие у нас листья Обычно вот покупают искусственные цветы, они пропадают И где-то вот может заваляться вот такие листики Я впрок себе Дорогие друзья, у каждого дома можно найти пару таких листочков Да, у меня везде пакетики с запасами То-то вот, то-то вот он, то жемчуга, то пуговиц Вот, как бы... В общем, сегодня мы будем использовать все это, да? Да С чего мы начнем? Берем вот так, отмеряем Вот такой должен быть оставаться хвостик у нас И вот так, снизу делаем так, чтобы не видно было Берем вот такой гвоздик А пусть он может раскрепить? Да, самые обычные, со шляпками гвоздики Везде продаются тоже И вот так закрепляем И так можно по всему периметру Вот так Скрываем, вот так И вот так по всему периметру идем Вот этот хвостик остаём Смысл всего Вот так по всему периметру идем, идем И тут же, так же, такой же хвостик оставляем И его вот так распутываем Я хочу показать, заранее я это все приготовила, чтобы не отнимать время у зрителей, вот в таком виде, вот на хвостик. Следующим этапом я хочу показать изготовление из кожи розу. Для этого я приготовила специальные заготовочки. Для лепестков трех видов. У вас разные по размеру? Да, разные. Это внешний лепесток будет, это средний, а это уже внутренний. И как это делать будем? Вот берем вот так, прикладываем, где шире, чтобы расход материала был меньше, где шире накладываем самый большой лепесток, где чуть уже уже начинается второй по размеру. И самый маленький уже можно в любых уголках. А сколько всего вам нужно? Всего, если прям роза должна быть прям объемной, вот у вас такое настроение, что прям объемная должна, надо делать по пять штук. Но бывает и по три, по четыре. В зависимости от результата? Да, 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 в зависимости, но самый большой по пять штук. На данный момент я заранее приготовила наши заготовки, но хочу, чтобы вы мне помогли, Мадина. Да, я просто попробую. Чтобы не смотрелось темным, я подобрала по цвету маркер, похожий на нашу кожу. Да, просто обвести и нужно вырезать. Постараюсь максимально сэкономить ткань, чтобы она не расходует. Кстати, где вы взяли такую красивую кожу? Это моя старая куртка. Я до последнего его реанимировала, но уже как куртка она себя изжила. Но вы нашли ей применение и способ дать новую жизнь, да? Итак, три я крыла лепесточком. Теперь убираем. Вот такие вот зарисовки. И вырезаем. Так, это еще более ответственное. Главное, не запороть. Я знаю, что вы справитесь. Это очень ответственная и непростая работа. Главное, чтобы рука не дрогнула и кожа не испортилась. Ну, спасибо, что она мне доверяет. Не знаю. А как же по-другому? Так. Здесь кусочек маленький. Аккуратненько надо так отрезать. Ага. Так. И теперь концевочку. Мой первый в жизни лепесток на панно. Сделаю. Ну, как вам результат? Прекрасно. Очень красиво. Вот такой лепесток получился. Ну, я думаю, для первого раза сойдет. Да, вот для какого раза. Очень красиво. Так, и еще два раза, да? Да. Хотите, я вам помогу? Давайте, да. У вас рука все-таки более умная, вы сделаете это гораздо быстрее, пока я там... Вот, видите, сразу видно разницу, как мастер вырезает и как это делала я. Итак, мы вырезали вот такие лепестки. Да, 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 да. Вот так. Выглядит вот это. Вот это уже они как бы приняли форму лепестка. Как мы этого добиваемся? Для этого нам понадобится или газовая конфорка, или свечка, или зажигалка. Нагреваем. Нагреваем, да. Конечно, нужно беречь свои пальцы. Это нужно соблюдать технику безопасности. Детям нежелательно. А можно я тоже попробую? Ну, конечно, конечно. Главное не поджечь. Наши заготовки. Даже если в случае, если там немножко обуглится с краю, можно всегда срезать. Как бы это тоже не проблема большая. И вот так как бы... Она прокрыла? Надо прочувствовать, как бы вложить в свою душу тепло. И вот... Как и тепло этой свечи. Да. И в итоге вот как бы напоминает, видите, лепесток розы. Так мы подготовили наши лепестки, да? Да. Пускай это в таком же виде. Где-то можно, может быть, мы еще будем греть. Так, теперь у нас следующая задача. Создаем бутон розы. Для этого берем... По итогу это будет выглядеть вот так, да? Да, да, да. Вот. Телезрителям покажем, как это будет выглядеть в итоге. Но сейчас посмотрим, как это получится у меня. Сомневаюсь, что будет так же, но мало. Так. Так, вот ваши заготовочки, прям, которые мы только что делали. Это кириллозового размера, да? Да. Получается, да? Большой и средний. Так, вот. К примеру, в этот раз мы будем делать из... По три... По три лепестка, да? Да, с каждого по три лепестка. Вот вам еще два. Для начала я вам показываю. Давайте я прям с вашего начну. Вот так. Берем самый маленький, да? Да, вот так. Как бы создаем самую серединку. Вот для этого мы используем клеевой пистолет и клеевые палочки. Очень удобно. Так как клей у нас застывает сразу, результат не заставляет себя ждать. Как бы это получается очень быстро. Чтобы нашим телезрителям чуть лучше было видно, мы освободим немного стола. И вот пока что же нам пистолетка не нужна, чтобы лучше было видно. Итак, мы сделали первый такой лепесточек. Сейчас будем делать следующий, да? Да. Берем нижний слой, отрезаем, ну, можно из него тоже добавить, добавить нам объем. Ну вот, как бы... И еще раз проклеить. Да, и еще раз проклеить, чтобы вот эта серединка более казалась естественной. И вот получается у нас вот такая штучка. Дальше. Берем вот такой... Следующий. Да, следующий по размеру, который пока что еще меньше. И, то есть, это получается как слоями, да, идет все это? Лепим в буквальном смысле розу. И слоя, да. Следующий слой попробуйте, Мадина, вы тоже. Давайте. Я как бы окутываю, да, получается? Да, вот так. Смотрите, вот здесь они как бы воссоединились, можно отступить и как бы вот это место закутать. Ага, все, давайте попробуем. Только склеим осторожно. Надеюсь, все получится. Все получится, конечно. Давайте склеим, я вам помогу. Ага, вот так. Все нормально. Так, наносим немножко клея. Так, и вот так соединяется. Ну, свои лепты я тоже, пусть и небольшую, но маленькую. Маленькую такую, но внесла. Что-то типа. Так, вот так. Так. Это серединка? Да, это серединка. Получается, всего в одном цветке даже 5 лепестков, а 9, да, 3 маленьких, 3 сантиметра. Даже больше может быть. Может меньше. Смотря какой вам объем понадобится. А он потом раскроется? Да. А если вы не хотите раскрывать, делаем в нескольких слоев. И вот такой не раскрывшийся бутон получается. Как бы для естественности нашей композиции тоже... Нужны такие? Нужны, конечно. Вы мне скажите, хотим, долго ли вы учились пользоваться клеем для пистолетов без последствий, скажем так? Ну, последствия была часто. Я даже сегодня могу обжечься, если как-то упущу этот момент. Но в основном я уже как бы приноровилась. В начале было всякое, но не критично как бы. То есть красота все-таки требуется? Да, да. Как бы даже и не чувствуешь, когда что-то создаешь. Эти моменты вообще как бы и не важны. Я очень люблю свое дело. Я вообще закончила художественно-графический факультет. У меня истоки вообще идут даже не с университета, а прям со времен школы. Я 4 года ходила на художественную школу. Как бы это все мне близко. То есть искусство сопровождает вас всю сознательную жизнь. А насчет панно. Как так получилось, что вы брали именно данное направление? Или оно само, может быть, вас выбрало? Ну, панно... Я вообще себя пробую в разных сферах. Вообще вот как-то у меня флористический уклон. Мне вот нравятся цветы разного вида. Из разных фактур. Я люблю работать с кожей, с фетром, с фармираном. Бывает просто из любого материала. Как бы стараюсь что-то, вот цветы какие-то создать. Для меня вот это очень приятно создавать. Когда создаешь красоту и на душе красиво. А когда вы сделали свое первое панно, вы помните? Первое панно где-то в университете. Как раз у меня была картина из кожи. Все мои однокурсники, кстати, хотели эту картину. В итоге я подарила одному из них. И я не побоюсь этого слова. У меня получилось все удачно. Тогда, с первого раза. И то есть вот с тех пор вы, получается, как хобби, да? Скорее для себя это, наверное, начинали, да? А сейчас это уже прям профессиональные такие занятия. Ну, как раз у меня и по работе это все требуется. Как бы я и детей учу периодически. И не приходится как бы в удовольствие сталкиваться с вот этим процессом. У нас кружок декоративно-прикладного искусства. Направление флористика. И вы вот как раз преподаете? Да. Делаем панно, парящие чашки, тапиари. Много интересного. Для себя, может, я еще не все для себя нашла. Но я все время в поиске. Вот такой бутон, наконец-то, да, у нас получился. Давайте, наверное, покажем. Вот в такой момент наши вот такие запасы. Как раз такие пригодятся. Да. Берем вот так, немножко наносим, чтобы незаметно было клей. И вот так обрамляем нашу розочку с двух сторон. И получается у нас вот такая роза. Заранее я заготовила вот такие заготовки, розы. Теперь будем собирать нашу композицию. Мы приготовили все розы. Ну как мы, вы приготовили, да? Я так морально все помогала. Вот такие красивые цветочки у нас получились. Что будем делать дальше с тем, что есть? Будем собирать наше панно. Для этого? Для этого потребуется немножко вот таких веточек. Собираем композиционный центр. Давайте покажем нашим зрителям, что получилось. Сейчас, я так понимаю, будем клеить цветы, да? Ну да. Берем самые крупные, объемные. Можно вот так разместить три розочки, да. В данном случае я бы хотела расположить четыре. Ну как вы думаете, три или четыре все-таки будет лучше? Да я даже не знаю, вам не менее, наверное. Может вообще пять, давайте пять пускай. А наши вот эти нераскрытые бутончики будут уже немножко дальше. Вот с этой стороны как бы, да, вот так. Сначала вот так выставляешь. Как бы. Это план, да? Да, план. Что мы будем делать, как это все будет выглядеть. Ну вроде бы красиво, да, все? Так, и берем каждый, вот так наносим клей. Надавливаем. То есть не отходя, скажем так, далеко от плана, да? Да, 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 да. На свое усмотрение. Так, вот. На первый взгляд, не кажется так уж сложно, в принципе. Ну это и не сложно, честно говоря. Можете вот, давайте придавите, только осторожно. Вот там у нас клей горячий, да, чтобы прям хорошенечко придавите. Я на ней не смогу не держаться. Потому что если упадет только эта... Если не будет держаться, можно всегда переклеить. Как бы, это не страшно. Ну я постараюсь сделать так, чтобы держался. На ваш взгляд, занятия вот везде, когда ты изготавливаешь плана, это какие, может быть, черты характера разбивает человек? И что, в принципе, дает? Может быть, какое-то удовлетворение моральное? Да, конечно, удовлетворение моральное, несомненно. Дети становятся более добрее, больше обращают внимание на природу, как-то более ответственно себя ведут по отношению к природе, ценят все красивое. То есть это развивает такой вкус, да? Да, развивает вкус и как бы все-таки и духовное воспитание тоже оказывает влияние. И как бы дети становятся намного лучше. Не только дети, но и даже взрослые люди. А вырабатывает какую-то усидчивость, кропотливость? Потому что я вот сейчас смотрю, да, здесь вот мы делочи, детали, да, так очень важно. То есть, наверное, это развивает что-то в человеке. Да, упорство, поставленную цель, как бы добиваться... Да, добиваться и идти до конца. Что-то создать своими руками и потом чувствовать восторженные взгляды, мнения окружающих людей, то, что что-то красивое, что-то значимое, какой-то вклад. Вот, да. Это здорово. Так, наша... А, последний цветочка у нас остался. Мы на финишной приводе. И наше панно практически готово, да? Я не знаю, что-то еще будет. Да, еще проверим, проклеилось там все или нет. Так, и последний штрих нашей работе. Хочу вас удивить. Берем вот такой обычный прозрачный лак. Берем вот такие блестки. Смотрим, в каких у нас тонах. На данный момент, я думаю, вот эти наши перламутровые белые блестки больше подойдут. И проходимся вот так, как бы везде. По розочкам, да? Да. Так, Фатима, вы сделали часть работы. Большую часть. Я тоже хочу попробовать сделать такую красоту на цветочке. Вот, надеюсь, у меня получится не хуже. Лучше даже будет. Так, и блестяшек много не бывает, да? Угу. Вообще, в панно, да, вот в этом ремесле есть какие-то веяния моды? Ну, вот, допустим, сейчас мы делаем блеск. Может быть, это в тренде, скажем так. Есть ли такие какие-то, не знаю. В этой работе можно использовать стразы самоклеящиеся, жемчуг можно. То есть блеск всегда в погоде, да, здесь? Да. Даже вот любая бюджетерия там завалялась, можно тоже использовать. Смотря какое настроение. Как бы, если мы используем вот такой джутовый канат, ну, стараешься там более кожу, дерево подбирать. Катурально. Берете и смело, прямо, хорошенечко берете. Вот она, вот этот блеск. И сюда, сюда, сюда. Это что за красотишка такая? Чувствую себя феей. Ну, прекрасно. Как сказал мастер, блеска можно не бывает. Теперь вот тут немножко отрезаем вот такой хвостик. Вот зачем нам нужна бетевка, да? Да, да, и вот которые изначально мы оставляли, нашу классичку распутывали, вот так крепко-крепко заматываем. И как бы сзади зафиксировали. И тут оставляем так же, как и наша веревочка. И вот у нас, пожалуйста, вот такая картина, панно. Самое производство, друзья. Да, большое вам спасибо, Мадина. На самом деле, это вам спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова